давно хотел чтобы настал этот день средства для линз мусорку контактные линзы туда же и вот это то что испортила и отравляла мне всю мою жизнь теперь мне это все не нужно ребята всем здорово меня зовут олесь мне 34 года и я решил сделать золотяную коррекцию зрения дело в том что я где-то с лет семи начал терять зрение если вы помните когда придумали приставки мне подарили первую приставку и изначально если я смотрел я еще помню якубовича и поле чудес нормальном расположении на диване да ладно то потом через какое-то время когда я играл и проходил все эти игры я моя бабушка и моя мама за заметила то что я вот уже где-то примерно так сижу да ладно возле телевизора и поэтому мне выписывали очки эти очки были неудобные я их ломал меня садили на первую парту в школе потом не потому что я был отличником потому что я просто нихрена не видел и мне плевали все спину говорили показывали непристойные жесты а я даже их не видел вот такая у меня была невосприимчивость критики потом я открыл для себя контактные линзы но старые контактные линзы я помню на полгода покупал денег не было а их было настолько жестко носить это такое чувство как будто ты себе куски пластмассы на глаза надеваешь их надо было мыть глаза постоянно слезились они постоянно воспалялись какие-то конъюнктивиты постоянно от этих линз короче я тоже намучился до последнего момента до сегодняшнего момента в линзах я хожу уже там порядка наверное 70 лет я покупаю линзы на неделю но это все тратится время и я в принципе привык я вижу отлично я езжу на автомобиле я работаю в перевозках я занимаюсь спортом там единоборствами и все в принципе меня устраивало единственная проблема была что от армии откосил потому что у меня начал отслаиваться сетчатка и и прижигали два раза я сейчас снял линзы если вам сказать как я вижу у меня где-то минус четыре с половиной минус пять вот давайте я вам сейчас покажу какая у меня резкость на данный момент вот примерно так вот я вижу ребята то есть вблизи я вижу хорошо вдаль я не могу рассмотреть ни хрена не номера в автомобиле и не так далее поэтому я сейчас еду покупать вместе с вами очки это нужно я еду на диагностику в две клиники по разным технологиям нужно деле 2 до самой операции не носить очки для того чтобы снять линзы не носить очки для того чтобы не воспалялась там роговица и так далее там подобное давайте с вами попробуем я очень боюсь я как котенок я боюсь что я лишусь зрения потому что всегда такие операции они сложные но все люди по отзывам все люди которые когда-то делали у меня есть знакомые говорят что я вам всем рекомендую типа сделать власть в коррекцию но проблема в том что в моих краях не делают самую последнюю технологии релик смайл делают эти лазерные коррекции давно я помню мой дядя делал в середине девяностых по технологии там насечки делали короче резали прямо скальпелем я помню у него были проблемы с глазами но ему сейчас 54 года но у него близа дальнозорко один глаз у него нормально видят 2 0 7 2 технологии они были очень болезненные они стоили очень дорого у него были проблемы с глазами сейчас же технологии которые есть это фита plastic есть технология она подразумевает собой то что скрывается отрезается верхняя часть полируется там по плазирам или чем что-то и закрывается часть вот как на видео соответственно то есть эта технология она менее болезненно она вроде бы проверена но она все равно делает какие-то ограничения потому что нельзя там первый месяц заниматься спортом есть определенные ограничения все эти определенные ограничения есть а я хочу чтобы у меня и ночью хорошо видел я занят перевозками в ночное время и в дневное чтобы меня это никак не ограничивало поэтому я буду думать либо делать мне эту более старую дешевую технологию на два оба глаза это будет стоить порядка 1000 долларов либо мне поехать другую страну и сделать там новую технологию которая называется релик смайл который подразумевает минимальное вмешательство вообще в зрение там не делают полностью вырезать там делают маленький надрез на 2 миллиметра это новые технологии и не делают не везде там нужно специальное оборудование поэтому и она стоит где-то примерно две с половиной тысячи долларов на оба глаза то есть вас полон раз дороже я вот думаю давайте с вами сейчас сначала купим очки потом съедем на диагностику я вас буду рассказывать как прошло мое получилось ли мне лучше свое зрение или я ослепну на хрен навсегда я уже к этому готов как котенок просто который не понимает куда он идет но мне просто хочется сделать потому что дальше я уже устал просто видеть непонятно что какое-то мыло перед глазами в общем ребята купила себе костыли но есть интересный момент поездил я по ателье готовых очков потому что мне нет времени ждать пока мне их сделают в общем для того чтобы купить вот это смотрите только не смейтесь чуваки ребята мне продали женские очки видите я сейчас похож на такого близорукова латентного очкарика в девятом классе мне очень сильно дали в этот глаз у меня потекла кровь у меня был риск ослоения сетчатки слава богу это все прошло но мне прижигали сетчатку все равно осмотр был с фунда с линзой если кто знает что это такое вам буду делать обязательно такой осмотр перед смотреть ваше глазное дно кстати я вам рекомендую его проверить чтобы не ослепнуть как один из моих знакомых которого была единица он рыбак он любит смотреть на воду он любит видеть блики развел активный образ жизни но у него произошел в жизни неприятный момент и на фоне нервов он один раз с утра просыпается у него на одном глазу черное пятно то есть он через него не видит он пошел проверяться ему сказали что все нормально должно рассосаться в общем наплевательски отнеслись к его проблеме и на следующий день он начал поднимать гантели у него это пятно разошлось еще больше и потом ему сказали что чувак это отслоение сетчатки а вы представляете человек работает за компьютером он айтишник и у него если узнают у него есть большой риск то что его уволят с работы его семьях потеряет источник дохода поэтому слава богу сейчас ему возможно прижгли насколько я слышал и сказали что ни в коем случае на рыбалку не ездить блики не смотреть носить очки солнечные с обязательным защита мой фильтра 400 что я вам всем рекомендую смотреть на солнце никогда нельзя и возможно это пятно у него рассосется хотя не факт и он так интересно сказал один глаз это же не одно яйцо для мужика поэтому жить можно пишет петушиные костыли какие-то вообще кончены получается ты живешь и у тебя 4 очка ну вернее 6 или 4 я ходил на знаете при поликлиниках есть бесплатные такие занятия различные и это ничего мне не помогло то зрение начало ухудшаться пока на определенный момент она не выровнялась к тридцати трем годам в общем я даже дошло до того что я наебывал этих врачей потому что я уже выучил полностью всю все вот эти буквы то есть с первой шабер мнк нбш и так далее до последней последнюю строчку так я знал точно и она удивлялась я оказалась что мое зрение улучшать очки у меня постоянно ломались а линзы я очень люблю аквапарк если ты одеваешь линзы они у тебя смываются вместе с этим аквапарком и бассейном еду сдавать анализ на гепатит b и c сифилис и вич это стандартный анализ перед любой операции это нужно сделать обязательно сейчас только что был на полном обследовании значит в одной из наших клиник где делают технологию ласик значит это механическое отделение лоскута роговицы специальным ножом кератому у каждого из этих методов которые вы сейчас видите есть свои плюсы и минусы суть всех методов лазерной коррекции зрения сводится к тому что воздействуя на роговицу глаза лазером мы добиваемся изменения формы роговицы и формирование на ней специальные линзы которые полностью устраняют все ошибки оптики глаза это позволяет добиться четкой фокусировки изображения на сетчатке а значит мы можем восстановить идеальное зрение без использования очков и контактных линз существует несколько вариантов лазерных операций на роговицы но только два метода на сегодняшний день являются самыми лучшими как в плане результата лечения так и в плане комфорта для пациента одна из таких операций называется фемта лазик 2 называется смайл самый первый и давний метод лазерной коррекции это операция фрк фоторефракционная кератоктомия при этой операции после удаления эпителия лазером испаряются только поверхностные слои роговицы и остается открытая раневая поверхность эпителий постепенно нарастает в течение трех дней такая операция вызывает значительный дискомфорт слезотечение светобоязнь в течение тех самых первых трех дней в течение трех месяцев требуется закапывание специальных капель из-за особенности заживления поверхности роговицы в редких случаях может возникать так называемый хейс поверхностное помутнение роговицы требующие дополнительного лечения сейчас фрк используется только у пациентов с очень тонкой роговицы раньше когда у нас не было фемтосекундных лазеров проводилась обычная операция лазик при которой частично срезался поверхностный слой роговицы с помощью микрокератома это механический нож похожий на электрический рубанок далее лоскут роговицы на ножке отводился в сторону и лазером обрабатывались ее ниже лежащие слои в результате роговицы становилась заданной формы затем лоскут роговицы возвращался на свое место такой лоскут прилипает к роговичному ложу сам за счет адгезии гладких влажных поверхностей в результате такой операции роговица изменяет преломление света и зрение значительно улучшается но у обычной операции лазик есть очень существенный недостаток который заключается в первом этапе операции а именно в механическом срезе поверхностного слоя роговицы такой лоскут получается недостаточно ровный он имеет непрогнозируемые перепады по толщине и не совсем ровные края в свою очередь это сказывается на более длительном периоде заживления а главное на качестве получаемого результата ведь если есть погрешности в толщине роговицы то сложнее достичь идеального результата поэтому намного более современный и совершенный является методика операции фенто лазик при которой первый этап то есть стресс крышечки или лоскута роговицы выполняется уже не механическим лезвием а фенто секундным лазером такой лоскут задается на компьютере и соблюдается с микронной точностью лазера визу макс который мы используем на роговицу подаются импульсы лазера с высокой частотой и малой продолжительностью лазер называется фенто секундным потому что одна вспышка длится в течение фенто секунды то есть это в триллион раз меньше чем одна секунда в результате во время операции формируется сверхтонкий абсолютно ровная лоскута роговицы без перепадов толщины и с идеально ровным краем он отводится в сторону и операции продолжается с применением эксимерного лазером l90 каждую микросекунду компьютерная система слежения за глазом так называемый айтрекер проверяет положение глаза для максимально точной коррекции зоны испарения роговицы фенто лазик может применяться и у пациентов с довольно тонкой роговицы синдромом сухого глаза у пациентов с недостаточно изогнутой как бы плоской роговицы и некоторыми другими сложностями то есть даже при наличии противопоказаний к обычной операции лазик мы можем эффективно применять операцию фенто лазик обеспечивая идеальное зрение нашим пациентам операция фенто лазик показана при близорукости до минус 12 диоптрий при дренозоркости до плюс 6 диоптрий при миопическом астигматизме до минус 6 а также при гиперметропическом астигматизме до плюс 6 вся процедура фенто лазик занимает 7 10 минут период восстановления сопровождаются легким дискомфортом в глазах их сухостью чувством инородного тела но все эти жалобы быстро уменьшаются и полностью исчезают за пять часов при этом результат операции получается практически идеальным погрешность обычно составляет 01 диоптрия при этом операции фенто лазик со всеми своими преимуществами имеет еще более сильного конкурента это метод smile или relax smile это название одной и той же операции при проведении такой операции на роговицы формируется фенто лазерный микроразрез всего лишь два с половиной миллиметра лазер визу макс высекает внутри роговицы ткань подчеркну что это все происходит именно внутри роговицы лазер проникает в глубину не повреждая при этом поверхностный слой там уже в глубине он вырезает некоторый объем ткани это так называемый лентикула то есть линза которую хирург извлекает микро пинцетом через тот самый лазерный микроразрез два с половиной миллиметра понятно что операция происходит под контролем компьютера с микронной точностью хирургу лишь нужно при этом подобрать и выставить точные значения и параметры операции которые мы получаем на основании предварительного обследования пациента далее уже дело высокоточной техники надежность который не вызывает сомнений во всем мире и доказано выполнение более двух с половиной миллионов таких операций в мире данный метод является самым мало травматичным соответственно дискомфорт после операции минимален и длится примерно два часа в итоге можно выделить несколько ключевых преимуществ метода смайл первое это микроинвазивность операции ведь длина разреза роговицы составляют всего два с половиной миллиметра при этом повреждение верхних слоев роговицы на 80 процентов меньше чем при фемтолазик процедура занимает несколько минут а само лазерное воздействие длится всего 25 секунд не причиняя большого дискомфорта пациенту в силу минимального травматизма операции легко переносится и сопровождается быстрейшим периодом восстановления результат коррекции зрения при смайл предсказуем и погрешность обычно составляет не более 0 1 диоптрий операция смайл это щадящая методика которая может применяться у подавляющего большинства пациентов показана она даже тем людям которые другие способы коррекции зрения не подходят это пациенты с более выраженной сухостью глаза и даже с хроническими воспалениями вне обострения пациенты с миопией до минус 12 диоптрий со стигматизмом смайл оптимально подходит профессиональным спортсменам например боксером дайвером различным экстремалом операции подходит военным и лицам подверженным высокому риску травматизма в общем ребята я принял решение я мог бы сделать прямо эту операцию прямо вот сейчас в этом проблем нету и люди там там большой поток людей посмотрел люди делают люди довольны то есть в принципе проблем нету и вы скажете а в чем смысл выбирание там метода как можно порезать себе глаз и там разница в деньгах но я все-таки решил на этом не экономить и я принял решение не спешить и сходить еще к одному специалисту потому что все-таки это глаза и я решил даже сходить еще к одному специалисту съезде в другую страну да это по деньгам как бы не так выгодно но тем не менее это глаза то есть лучше всего несколько специалистов по посетить и тут конечно есть нюанс что в любой сфере есть понятия как бы маркетинговый ход который обычно продают в плане со смайлом вот этой ситуацией потому что опять же одни кто делают именно ласик вот этот обычный с помощью кератома этого ножа они будут говорить что это самое лучшее у нас ну уже десятки тысяч клиентов и мы даем гарантию типа у вас все будет окей типе топ другие говорят что кто делает и другие более новые системы операции они будут вам рассказывать что этот кератом это уже там до потопный век типа делаете более новую систему но новая система она более дорогая и она менее проверено поэтому тут надо тоже думаю не хочу вас запутать но я вам рассказываю какие что вы понимали многие я же говорю мои знакомые они просто даже не узнавали что за врач они не разбирались что за метод они просто пришли в первый день по сути там первую попавшуюся клинику сказали все мне надо сейчас и быстро и сделали и довольны они даже не знали чем им делали им там по 2 по 3 минуты на каждый глаз и все они довольны они до сих пор занимаются спортом и так далее у них никаких проблем нет поэтому ребят ну как бы такой нюанс ну решил не спешить но посмотрим дальше буду вам рассказывать и вне зависимости от того планируете ли вы делать там лазерную коррекцию я все-таки рекомендую вам найти какую-нибудь клинику на вашей местности и сделать такой вот общий анализ глаз я говорю меня сажали под 15 различных там супер навороченных роботизированных там устройств проверяли все абсолютно там сделали полностью все снимки глаз там подобрали там очки и так далее там подобное посмотрели самое главное глазное дно с ним все хорошо слава богу потому что лучше всего провериться ребята лучше всего раз хотя бы в пять лет проверяться даже если у вас нет каких проблем знаете как зубами если ты запустил они потом лай все валятся но зубы то ладно можно вставить вопрос как вы вставите зрение потому что он у меня знакомый ослеп ну я вам говорю просто лучше всего пойти там заплатить этих 20 30 долларов и провериться так что запишитесь куда-нибудь даже если вы не планируете делать надо знать о здоровье вашего зрения потому что потом может быть поздно не дай бог как ребята я переехал уже во вторую клинику в любом государстве а если перед операционное исследование в моей стране стоило 20 долларов то в этой стране для меня как для иностранца она стоит 250 долларов и это только исследование единственное радует что вот здесь ты на радуй что я бесплатно хотя бы что-то мне уже закапали глаза как видите зрачок тут расширился сегодня меня проверит если у меня на родине лазерная коррекция стоила бы где-то 800 долларов по технологии ласик обычный то тут это будет в 3 раза дороже почему это дороже я вам расскажу в конце видео и стоила ли она того короче эти очки это вообще какая-то петушня не видно ни хера особенно ночью все расплывается все какое-то говно все в каком-то конченом мыли 4000 баксов на оба глаза супер фемта классик это самая модная самая модная из того что есть но одна из самых модных и самых лучших так что надеюсь что уже в понедельник я выкинуете очки на хреба вот короче день операции страховенько если честно несмотря на то что это самая дорогая операция которая возможно и один из самых ведущих специалистов но я вам хочу сказать все равно сложно потому что это зрение ребята ладно еще оглохнуть на слепнуть это но уже надо я уже намучился с этими очками с контактными линзами еще ладно еще можно степить но с очками нет очень много чего пройден большой путь и сегодня надо доделать последний шаг и потом расскажу свои ощущения это просто первые шаги первые минуты это первые это первые минуты чуваки спасибо я это сделал я это сделал я все вижу мой класс как будто в космоса витал родил короче я потом расскажу все конкретно что там происходит я уже сейчас вышел до туман есть я все вижу без линзы контактных ой класс она будет потихоньку восстанавливаться завтра проверка зрения ой блин чуваки это 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 что-то с чем-то и говорю просто ну ощущение при операции они ну ты их ничем не сравнишь ой класс глаза открывать ты так полу прищуренных она немножко режет но я выпил таблеточку обезболивающего буду как капать капельки сейчас пойду в отель буду отлеживаться в темноте а так в принципе ништяк как я долго к этому шел эмоциональная напряг эмоции вот эмоционально напряг что ты как котик тебя ведут на самое главное знать что нормальный специалист тебя как кота ведут ты не понимаешь что что вообще будет ты просто отдаешься я просто уже давно когда я туда лег под этот стол до выходили люди я видел что вроде выход я не выходит своими ногами никто не орал никто не кричал но я уже смирился что я могу просто слепнуть бог его знает что может произойти давно вы сами понимаете но я короче сказал будь что будет все равно хуже видеть я уже точно не буду а если повезет и лучше я сейчас иду вот это первая операция была 10 минут всего лишь навсего но по глазам первые 15 минут после я вижу иду своими ногами и вижу обалдеть на сейта на сейта короче я не ослеп как вы видите я живой вот состояние мои глаз я их не смотреть не буду показывать и к вам не хочется их открывать хочется вот так хочется их закрыть хочется немножко поспать хочется отдохнуть напрягаться не хочется в общем расскажу вам что как вообще происходило больше всего времени я просидел в очереди то есть на тебя на деле такой балахон специально для операции и ты короче сидишь ждешь люди заходят выходит по конвейеру то есть людей много у моего специалиста он говорит я иногда по 25 операций в день то есть вы представляете какое это надо мастерство и раньше будет было пять сейчас 25 делал я по технологии если кому интересно фемта ласик персонализированы то есть это не спайл не смайл как я вам говорил изначально фемта ласик страшно сидеть ну то есть меня все выкручила потому что там бабки орали ну там бабки санитарки вот люди ходили и такое ощущение знаете как будто блять и мощи похуй ну как на и 100 зашел короче такое обслуживание как на и 100 но тем не менее люди которые люди не плакали но вернее слезы у них текли но понятно по собираться но люди выходили и кто-то даже улыбался вот ну в принципе все очень спокойно было кого-то держали там 20-25 минут в общем я была практически последний а вот но моя операция была 10 минут всего лишь на все то есть это настолько быстро вообще но самое прикольное ну вот я уже потом сидел под конец я уже думал блять да когда же меня порежут и вот я захожу туда и вот там четыре или пять человек и такой стол ты на него ложишься надвигается такая здоровая херовина лампа там лампа они очень ярко светит и внутри посередине там зеленый огонек вот на него надо смотреть дальше меня закат меня закапывают глаза промывает сначала лицо специальным антисептиком потом закапывают глаза один раз закапали второй закапали глаза одели специальную такую штуку которая второй глаз закрыт и остается открыт дырка в простыне можно так и назвать бумажные именно которые тебе будут обрабатывать и дальше начинается самое интересное это ничем не сравнимые эмоции такое чувство что ты летишь куда-то на самом деле летишь куда-то в космос вот у меня было такое потому что мир воспринимается очень интересно по этой технологии фемта ласик тебе не ножом срезает а лазером то есть тебе надевают специальную распорку который не дает тебе возможность не бойтесь вы не моргнете ты смотришь на этот зеленый огонек и потом тебе короче надевает такую линзу происходит давление она как фунды с линзой да немножко неприятное но он просит чтобы ты смотрел именно туда если куда-то ты глаз пытаешься отводить он тебя корректирует из то что вы не сможете что там криво сделают это можете не беспокоиться хорошая доктором всегда это увидит то есть там короче несколько специалистов над вами ты как будто в прострацию реально он тебе показывает рассказывает тихим голосом что он делает что сейчас будет туман потом ты перестанешь видеть зеленый огонечек потом она опять проявляется он все вам это показывать вы настолько вот уверены в этот момент когда начинается вот у вас идет расслабление при солнце резает получается верхнюю часть роговицы потом значит он ее оттягивает и вас такое ощущение легкость как будто глаз начинает дышать он потом начинает промывать и специальным раствором вас это все по щекам катится потом он устанавливает лазер и именно говорит вот в этот момент смотри ровно ровно на зеленый огонек никуда не отводи этот лазер начинает воздействовать 12 или 14 секунд всего лишь навсего то есть очень мало не больно вообще никаких единственное что начинает пахнуть ну вонять ну лазер то есть естественно он там что-то сжигается вот после этого он опять промывает у вас картинка становится ясная после тумана укладывает этот лоскут его разглаживает опять промывает он прямо видно как как он лоскут укладывает вас разу ровная картинка знаете как будто вам но практически практически то есть туман да есть но в принципе вы понимаете что уже что-то начинает интересно таскать один глаз делай а второе уже ерунда и самое что интересное я вот рассказываю по по самым свежим эмоциям потому что потом естественно это будет абсолютно не то он говорит откройте глаза и ты открываешь у тебя такой белый туман такая пелена но ты уже понимаешь что ты начинаешь щетка видеть то есть когда ты заходишь к нему ты видишь расплывчато как обычно без очков и без контактных линз а выходишь ты уже начинаешь четко видеть не до конца в пелене одеваешь очки сидишь приходишь себя тебя санитарка ведет но это ощущение как будто я вам я вам говорю как будто ты слетал в космос как будто что-то невообразимое с тобой произошло то есть это это какая-то как будто ты снял вот этот груз я говорю я приехал в эту страну за четыре дня я был на этих обследованиях я всю эту ситуацию продумывал самый большой напряг был когда я шел больницу я был на себя я был настолько зол на себя блять что я в это ввязался этому зачем мне это может мне носить эти очки контактные линзы в принципе не так было все и сложно да и когда это заканчивается ты как будто просто вот очистился ты скинул себя этот груз того бремя который принес эти очки и ты одеваешь уже солнцезащитные очки потому что тебе слепит глаза свет или не хочет открывать и у тебя ощущение как будто ты одел обычные очки для того чтобы ты видел до безорглости да а на самом деле ты понимаешь что ты видишь без очков что ты видишь без контактных линз и его тебе тебе ничего не мешает видеть хорошо понимаете я сходил в аптеку я купил капли надо закапывать я принял обезболивающего потому что перестанет действовать обезболивание и возможно какие-то рези начнут блять но я чувствую себя охуенно слава богу ну это стоит 4000 долларов ребят но я не знаю ну короче самое главное мне кажется чтоб хороший специалист был я никого не буду рекламировать вы всю информацию хороших специалистов ищите сами завтра у меня будет последний осмотр ну крайний осмотр и там уже скажут проверить остроту моего моего зрения потому что зрение возможно придется еще но она будет восстанавливаться с время месяц она будет восстанавливаться будет ограничение под физическим нагрузкам но я сегодня уже пойду гулять когда стемнеет какой-то хороший ресторан для того чтобы отметить это прекрасное дело невообразимо ребят невообразимо я пока ничего не буду вам говорить я не буду ничего советовать я должен сначала понять что я вижу хорошо вот пока что я щурец пока что мне немножко режет глазки мне хочется пока что просто спать давайте с вами видимся попозже ух ребята я просто даже не спал час шесть часов утра я вышел для того чтобы просто прогуляться это удивительное чувство потому что ты видишь каждую каждую вот ты видишь каждую иголочку вот этой елки который за мной просто смотрите я уже без очков и мне нормально а прошло еще меньше меньше суток с со времени вот этой операции обалдеть ребята это просто какая-то фантастика я вообще не знал что такое может быть это просто удивительно ты смотришь и ты видишь все вот так вот как она на картинке четко так я вижу и сейчас хотя изначально когда я только вышел был туман и расплывчатость и мне очень сложно было мне не хотелось открывать глаза мне не хотелось на чем-то сконцентрироваться на свет смотреть я даже спал очках я капал капли а сейчас я просто радуюсь мне нет просто предела пределом и моей радости я не знаю мою резкость моего зрения который на самом деле но мне кажется я первый раз увидел что это единица ребята и оказывается когда я раньше именно ходила с линзами мне казалось что это хорошо хорошее зрение но я не знал что она может быть такое оказывается вот что значит хорошее зрение и я сегодня иду на обследование это финишное обследование где посмотрят мою остроту зрения потому что зрение еще будет восстанавливаться но я уже сейчас вижу и самое главное знаете многие говори а говорят что что если ты хорошо видишь вдаль после такого тебя единица тебе сложно фокусироваться на близких объектах но я вот сейчас смотрю на близкие объекты и знаете в принципе я все вижу то есть конечно вот так вот мне сложно вот если близко смотреть мне сложно сфокусироваться да мне сложно но вот так вот я все вижу мельчайших подробностях то есть поэтому зрение восстановлено офигеть офигеть ребята я ее мне еще сложно говорить я скажу свое резюме но мне кажется это вот это того стоит но на вы наверно едите да по моему состоянию это как будто новая жизнь хочется в это верить вот вы можете посмотреть состояние моих глаз абсолютно вот видите оно такое же как и было до операции они не сильно красные да еще я капаю каплями в принципе все окей вообще не прошло еще суток после операции а у меня а у меня зрение единицы на одном кла глазе даже 120 процентов то есть даже лучше чем единица ну есть нюансы есть нюансы смотрите у меня есть небольшие ореолы вокруг если на лампочку смотришь это посмотрел это после операционная тема она мне сказали это нормальное явление оно будет на протяжении года ну то есть роговица укладывается лоск там укладывается и так далее и тому подобное и но у меня разрез был очень большой специально сделали такой большой разрез для того чтобы у меня потом когда я водил машину у меня не было никаких бликов во время ночного вождения так как возраст еще позволяет то есть ну глаза все равно они адаптируются потому что у близоруких у них мышцы очень слабая и я когда вот ближний текст да вот хочу читать может наводиться фокусировка знаете как у фотоаппарата немножко иногда сложно но я уже потихонечку то есть потихонечку уже у меня улучшает вот пруфы смотрите вот на одном глазе единица на другом глазе 120 короче супер пацаны первое о чем я жалею конечно это то что курс доллара не самый благоприятный для такой операции а второе что я жалею что я не сделал эту операцию раньше и и я вам хочу сказать если вы боитесь то скорее всего само ожидание оно более страшное нежели сама операция давно хотел чтобы настал этот день средства для линз мусорку контактные линзы туда же и и вот это то что испортила и отравляла мне всю мою жизнь теперь мне это все не нужно и хотел бы сказать вам несколько очень важных замечаний я не специалист вам любую операцию если вы надумаете делать я считаю что это лучшее вложение денег вообще в себя в свое собственное здоровье у вас изменяется жизнь вас по появляется уверенность вы по-другому смотрите на эту жизнь я считаю все таки что вам нужно очень хорошо изучить этот вопрос и особенно специалиста который будет вам делать это немаловажно и клинику и какие с помощью каких способов вам будут делать эту операцию потому что вот у меня знакомый пошел в нашу местную клинику я понимаю что не у каждого есть возможность там ехать за рубеж куда-то на в германии делать в польшу делать не у каждого есть эти деньги свободное но все-таки это здоровье я думаю что на это стоит потратиться и ему предложили ему сделали фрк то есть эта технология болеть 87 года как вы понимаете у него там тонкая роговица ему это делали все и у него три месяца восстановления его постоянно надо копать глаза у него резю он меня сейчас звонил и ему предложили сделать фрк технологию старую просто тупо потому что в этой клинике других технологий нет понимаете то есть вы должны обратиться именно к тому специалиста который финансово не заинтересован вам впихивать методы и у у которого есть разные и в ту клинику где есть разные способы чтобы из этих всех видов вам подобрали именно то что нужно я сделал именно супер фемталасик чтобы мне срезали именно с помощью лазера потому что там все можно рассчитать там предсказуемый результат это самый надежный результат потому что все таки смайл это технологии где есть погрешности я почитал отзывы что все таки есть люди которые жалуются потому что в некоторых случаях нельзя достигнуть стопроцентного результата то есть единицы у вас мы у вас могут быть погрешности или в плюс или в минус потому что все таки эта технология недостаточно еще пока что изучена супер фемталасик это технологии вот супер я уже говорю что я уже пятый день я не могу нарадоваться это просто лучшее что со мной происходило так что ребят и ности тем не менее пожалуйста напишите в ваши комментарии может быть кто-то из вас делал лазерную коррекцию может быть кто-то столкнулся с проблемами может быть у вас есть какие-то пожелания напишите в комментариях а стоило ли мне делать или можно было делать обычную там технологии был бы такой же результат в общем напишите что вы думаете и задавайте вопросы опять же я не буду ничего рекомендовать ищите подбирайте сами и желаем вам здоровья да и конечно подпишитесь на канал тут будет очень очень много чего интересного и я все-таки надеюсь что вы сможете отказаться от очков и контактных линз так же как и отказался я